Вот, Игнатий Тихонович, вопрос такой. Справедливое ли изречение в главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь? Что приписывает это Тартулиану, а потом стали Блаженному Августину? Главное, это то, что написано в Библии. Второстепенное, что подсказывает нам жизнь и другие правила. И, конечно, все делать с любовью. Потоп, который потопил мир, был с любовью. И совершил его Бог, имя которому любовь. Содом и Гоморра и пять окрестных городов были пожжены с малыми детьми, Богом, имя которому любовь. И все это по любви. И во всем любовь, что бы ты ни делал. Почему? Делай для того, чтобы человек не пропал в этом мире бесследно, а получил Царство Небесное. Я действительно, брат, говорил, я много говорю о том, что без обличения жизни нет. И нужно, чтобы от тебя приняли, ты должен сам соответствовать тому, что делаешь. Так вот. Да, благодарю. Игнат Тихонович, а вот можете так вот, мир вам, давно вас не видел, а можете вот сказать, вот ваше рассуждение, вот, ну, по-библейски, конечно, на тему того, что вот произошло. Вы думали об этом? Какое местописание можно было бы здесь применить, чтобы рассуждать? Любовь. Если спрашиваете, что у нас было потеряевки, любовь. Потому что я не могу проходить там, где старствует тьма. Принято 23 марта 1992 года под номером 47 решение Краевого Совета Депутата Трудящихся за подписью будущим губернатора Сурихова Александра Александровича. И второй пункт гласит восстановить поселок Потеряевка Мамонского района Алтайского края. Восстановить. И ни рубля за 30 лет. Дорог нет, пруды все обмелели, ничего нету. Скотину поить, и то думаешь, где ее попоить. Я все время набираю друзей, наносяем все лето, работаем. У нас ни одной жерди нету, ниоткуда взять, ничего. Где огороды были, мы это оставили. Распахано это. Осенью дунуло. Это 0,8 гектара. Два огорода. И туда надуло. И вот выросли березки, которыми мы пользуемся. Божий дар. И вот теперь они за них уцепились. И машину изъяли. То есть люди, которые это делают. Это указки делают. Мы это делали по любви. По любви к своему месту, к людям, которые живут здесь. К будущим поколениям. Которые за нами будут. Нам есть что показать. Глубокий пруд. Это оккупация. Микроклимат изменился. Новые птицы поселились. Развели рыбу везде. А люди-то живут. Ни одной копейки лишней нету. И вот за 30 лет потеряю, пока не вложила в дороге ни рубля. Шесть прудов восстановили ни рубля. Это мы все брали на себя. И на работе, может редко когда-то появлялся кто-то. А мы работаем. Вот в субботу прошедшую, мы уже на месте работы в 6 часов утра. В 6 утра. Это понятно. Мы выполняем ту задачу, которая поставлена краем Советов депутатов. Что кроме похвалы можно получить? Нет. Убийственно. Как они пришли сюда? Как они знают, что в этом домике называется скворечник? Никого нет, кроме меня. 83 года. Изверчины, искручины. И они врываются сюда. Меня хватает за грудки, как в лист осенью вырвали там. И дальше начинается вакханалия. Что? Это любовь. Меня Бог избрал на это. Чтобы я первый прошел, как мне в видении было показано во сне. Готовится большое-большое искушение для церкви. И вот где-то в понедельник, примерно, будет суд. Вот я гляжу Николай Астахов, там Вячеслав распространяют о нас. Чтобы другие напечатали и узнали. Я рассматриваю это как избрание Божие. Почему людей верующих, Павел называет, святые избранные. Вот мы попадаем в это число. В мирное время и такое отношение. Сразу проявляются враги. Тут дай вот так, давай, добивай. Вот так. Появляются друзья новые, совсем новые. Я на это смотрю, как чудный, дивный, Божий выбор, павший на меня. Вот мы это все делали. Трактор, чтобы привезти сюда, бульдозер. У меня пенсия была 6 тысяч, потом уже сейчас до 12 дошло. А на платформе привезти бульдозер стоит 50 тысяч. Сегодня, наверное, 60 с лишним. И мы сколько лет, помаленьку, наращивали плотины. И как, что получилось. Дорога проезда не было. Камнями все углубили. Сколько кубометров, там не скажешь. Нынешний только на Рыжковском. Прорыв воды был такой, что в общей сложности 70 кубометров воды унесло. И мы все это восстановили. А где брать? На наши дары, которые Бог дал, мы еще больше не взяли. Жерди. Ну, вначале, внизу 10, допустим, сантиметров. 8 сантиметров. Бывает там 12. 12-6 метров. На 18. 5 кубометров насчитывает. Ну, 18 жердей-то. Что там спрашивают-то? Уехали в самосвал угнать, заставили. Все, ему убирают сейчас горох. 1200 гектар пропадает весь урожай. У меня пришли, вырвали здесь все. Компьютер. Второй стоял, который старый, его забрали. Три диска наполнены уже, готовые в архив издать. Там выступления моего отца, брат еще снимал, матери. Ни на что не смотрят. И все это по любви Божией ко мне грешному. Сколько новых друзей пришло. Вот я на вас гляжу, и здесь душа радуется. Вот ответ вам, дорогой брат. Игнат Игнатьевич, вы напомнили о 30-ти годах. И я хотел местописание привести. Третье езды, 9-й стих. 9-я глава, 43-й стих. Я была неплодна раба твоя, не рождала, имея мужа 30 лет. Это ездра вопрошал очень много. Почему так? Почему? Почему? А потом оказалось, что Господу было так угодно сделать. И вы как раз говорите о любви, об этой тоже. Но вы считали, Митар Тарабич говорит, что в последнее время на севере появится маленький человек. И дальше как будет он учить любви? И вокруг ему будет много лицемеров. Но у него останутся мудрые книги. И тогда люди поймут, как тяжело ему было здесь. Это за 100 лет с лишним сказано было. И люди мне присылают, говорят, это про вас сказано. Вот ментополист Сергий Строгородский говорит, в особо трудные времена Бог выставляет человека, не наделенного никакими званиями. И священник никто. Но благодаря своей инициативе он будет учить людей. Тоже ко мне приписывает. Может быть и так. Я об этом сегодня говорил как раз. И вчера тоже, когда отец Наум опять восставал у нас на занятиях Каримова. Благодарю Бога. И что, как будет, какие они там санкции наложат, оставят благодарную память потомкам или презрение, что вот такие люди были. Это ни один враг не придумает. Когда мы государственную задачу решаем о восстановлении, нигде ничего не взяли, не уменьшилось. Вся площадь, на которой выросли эти березки, 0,78 гектара. То есть 0,8. Даже гектара одного нету. А сколько на востоке, там Красноярский край, там опустошенные показывают сопки. Миллионы кубометров увозятся в Китай. Сколько выгорает, никто не тушит. Никому это не надо. А здесь 18 на жерде взяли, где загородить там от коров. Тем более, если бы мы не поселились, этого бы не было. Так компактно выросли они. Мы это сделали. А Господь посеял. Это больше нигде нет. Они в стране нигде. Они как одна. Ну, бывает, вовеки наросли, кому света не хватает, они поменьше. И что они от нас хватают? Зачем у него компьютер забрали? У Володи забрали? У него машина, это как будто бы бешеная. Или какая-то компания. Или говорят, ряженые какие. Не может так поступать. Милиция, Росгвардия, там кто на меня бросили-то. Специально из Барнаула привезли с автоматами. Как они меня брали? В кино-то насмотрелись, когда арестовывают там разных людей-то. Это надо увидеть, надо все. И снова это на мне сыграло. Я так благодарен Богу. Что друзья заботятся, распространяют. Особенно много вот Вячеслав, Семенов, Николай Астахов. Что где-то напечатали, люди узнали, что делается у нас. Меня они, батюшка сказал же, тогда я слушал у вас собрание было, говорит. Сейчас покушаются все, разъехались на Володю. А Володя за нами, за двумя, у каждого. У меня 83, жене 85. Она подниматься-то не может толком. И он нас, Володя обихаживает. И его готовы забрать. Арестовать 4 года дать. Это надо думать. Ну, как Богу угодно, опять же. Ваши книги требуют жертв, Игнат Тихонович. Да, мои книги будут жить после меня. Весь я не умру, как говорил Пушкин. И батюшка говорит, мы-то еще не знаем, кого арестуют. Вы возьмите моего брата. Он прошел эти колонии. Прошел тюрьму. Ему все равно. Здорово мне похвалил. А все говорят, что же вы ее сдаете? Я не сдаю. Человек опытный, все знает. Ему терять никогда не было нечего. Я заранее освободился от всего, когда уверовал. У меня нет ничего. Один любящий меня Господь. Он здесь говорил, как бы брата моего не посадили, сейчас молиться бы негде было. 11 лет шел суд, и Господь так сделал, что мы выиграли. И теперь там у нас 13 соток, два здания. Одно храм, а другому живем. Спаси Христос, любовь. Любовь. Другого нет. Тут были профессора-психиатры в детском лагере. Я его 45 лет директор был. Живут. И, наконец, сделали вывод. Особенно прилетело, когда директор Кэстонского института, Ксения Дэннон из Лондона, сопроводительного дали какого-то Юрия из Останкино. И она говорит, у лагеря, другие, движущая сила, тире, с большой буквы, любовь. Любовь у нас не потворствовали, наказание было, все. В 96-м году она была, у меня интервью тоже брала. Так, слушаю, давайте, что есть. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сейчас зачитаю отрывочек небольшой. Из пророка Осии, 4 глава. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы. Ибо суд у Господа жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространилось. И кровопролитие следует за кровопролитием. Зато вас плачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными. Даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличает другого. И твой народ, как спорящий со священником. Вот у меня вопрос. Могли бы вы пояснить, что вот тут именно означает «никто не обличает другого». Как это понимать? Я скажу так. Легко запоминать, когда эти стихи прокатились по тебе. Я скажу, вот кого вы ковыривали до 7 часов утра в спецназ с автоматами. А я удостоился 83 года. Вещь невероятная. Невероятная. Вот что там написано. Я под любой буквы подпишусь. А у меня было тогда-то вот так-то, меня точно так. Вот тут меня крутили, вот здесь меня давили, вот здесь подвешивали. Вот что судьи вечерние волки, не оставляющие кости до утра. Все, что написано, я в Библии читаю. Буквально места не нахожу было, чтобы не про меня написано. Как будто она для меня написана. Поэтому легко так запоминать. Нет, у меня вопрос был, что значат вот эти слова в данном контексте. Никто не обличает другого. Но никто не спорь, никто не обличает другого. К чему это сказано? Как это понимать? Это времена такие, которые были при Диокретьяне, при Сталине. Не обличает другого. Время полной тишины. Потому что приезжали воронки, хватали, тащили. За каждое слово расстреливали. Это моменты такие. Но сейчас-то не такое. Я могу залезть и на крышу, и крещать, и проповедовать. Все понял. Еще в стране, что если надо войти в эту обстановку. Но мне Бог не сказал, что они в армии, ни в тюрьме, ни в тюрьмах, ни в лагере. Нигде. Я всюду проповедовал. И всюду обращались души. Как сейчас пишет в журнале «Покров» в Барнаульской метрополии. Для семинаристов это. И там доктор богословия пишет. Павел Бачков. По-разному к Игнатию Тихоновичу относятся. Но тысячи человек, которые пришли в православие, через его проповедь, наставление, миссионерские поездки. Вы куда денете? Все замолкло. Это Бог делает так. Берет самое немощное, как эти камушки в сумке у Давида. И Голиаф лежит перед ногами. Они мне никакого вреда не нанесли. Нисколько. А чем это кончится? Которые на суде будут? Там батюшка сейчас едет. Молитесь. Кажется, понедельник будет. Я говорю, я хоть рядом буду сидеть. Ну, смотри. Ну, ладно, буду дома молиться. Для молитвы преграды нет. Он нам помогает. Молитвой все ответили. Молитвой. Я молюсь, говорит. И мы чувствуем, что вы молитесь. Ну, мне Бог дал этот великий дар. Я Богу благодарен, что спецназ. Которые приехали здесь. О-о-о. А когда вышли отсюда, уже тихо, мирно. Все это они потренировались. Спецназ. Спецназ. Вызванный из Барнаула был. Сколько машин было? 12 человек. Это надо видеть, какая картина. Как они у меня, что видели, все. Брали, хватали. И бумаги никакой не дали, что забрали. Сравнивать, когда меня арестовывало КГБ в 80-х, 86-х годах, даже не приходится. Там каждый листик фиксировали, как он начинается, слова, и как кончается. Здесь, что им только нравилось, то подгребали. И никакой бумаги не дали. Вот и все. Ну, у них какая-то цель, никто не может понять. При чем тут березки? У Игоря там и в чердаках, и в детском белье. Все искали. Что они искали-то? Наркотики какие-то? Или замедленного действия атомной бомбы? Это даже никто не знает. Или это были совсем даже не из милиции. Действительно ряженые бандиты какие-то. Ну, нормально так. Что они будут? Кто я такой? Ну, вот я встал. Вот я и весь. Метр семьдесят два, семьдесят один. 64 килограмма. Еще они так рвали-то меня. Дверь открыли. Они за грудки вдвоем. А сами в масках такие. Вот как называют там зомби и другие слова-то сегодня. Гипер какие-то. Как будто это не люди никакие. А может, это я во сне все это увидал. Даже не верится, что у нас в стране это. И все понимают, это начало. Никакие миллионы. Хотя в день по миллиону платят в Шверцарской больнице этому Анатолию Борисовичу. Вот. И он заболел. А я живой. Чубайс. Ну да. Показывает, как лежит. Один миллион в день. Ай-ай-ай. Сейчас они тоже. Сколько нас. Взять. Вместо награды. Мы выполняли то, что депутатский корпус принял. Недав не рубля. Восстанавливаем поселок Потеряевку со всей его инфраструктурой. Себе ни одного клочка не взяли. У нас ничего нету. Ну кому непонятно. В любой стране я бы сидел рядом с президентом. 45 лет директор детского лагеря. Тысячи детей подняли. Ни одной копейки от государства не было. А здесь только гнобили и гнобили. И это награда. Тогда вся награда остается для будущего, для неба. Игнатий Ильич, ну по ходу времени, наверное, уже бы не сидели с президентами. Потому что они все самое гнусное от коммунистов переняли, капиталисты. И получился капокоммунизм какой-то у них. Я слушаю, у кого есть вопросы. Любые. Так, ну если ни у кого нет, я тогда, Игнатий Тихонович, сам спрошу. Вот меня спрашивает Димитрий, Дима Калиниченко. Он говорит, скажите, почему Игнатий Тихонович говорил о том, что мы никого не зовем к себе, чтобы не подумали, что у нас пародия на православие. Как, говорит, понять эти слова? В чем пародия на православие? Или, говорит, вы все-таки истинный православный или нет? Вот, понимаете, так никто никогда не и делал. Это самая большая сегодня считается ошибка. А я от нее не отступаюсь. Мы призываем людей ко Христу. И чтобы к нам попасть, человек просит сам разрешения хотя бы раз побыть на богослужении. Потом его проверяем. У нас от трех до пяти лет было только разрешенное, пока научится. А если он знал что-то, несколько месяцев. Бывает сразу даже. Вот. И поэтому не зовем никого к себе. Он должен попроситься увидеть, сделать вывод. Идет в другие храмы, патриархии. Поет баптистам, иди туда. И чтобы он сам это выбрал. Не зовем никого. И за 30 лет никого не позвали. Вот так. А почему? Потому что мы можем показать ему карикатуры не такие, как есть. Я сказал, как есть. Тут ничего не сокрыто. Правильно он говорит. Это мои слова. И на этом мы стояли. Ну вот последний раз братья пригласили к нам. Она никому не позвонила. Пришла душа эта. И потом, после как вылетела, как пробка из бутылки. И вообще никто ничего не говорил ей. И Игорь Критяков только 16 пунктов нашего устава прочитал перед этим. И все. И постояла вот там, помолилась она. А, оглашено язык, и вышла, да. Ну вот так. И хватило. Улететь. Кого там улететь? Вылететь. Если наши правила сейчас включить, ни одного храма в Российской Федерации не останется. Все надо вешать замок. Они не знают Библию. Они не знают Христа. Люди вообще. Нет крещения. Ни одного храма в Украину все пришло. На нее меч Божия опускается. Делали дело Господне небрежно. У нас все по всем канонам. Меня уже сколько подлавливали священники. Вот у вас то нарушение. Где? А вы вот написано. Ну и написано. Что написано? А все время нельзя вместе в одном там вроде ресторане быть. Говорю, я вообще не хожу туда. Другое сейчас придумали. Нельзя там все время в бане мыть. Я в бане не хожу. Своя баня. То есть еще у них больше нету. А вот вы ездили много. Написано, возьми лопатку. Я врез с ней сфотографировался. А вот вы ездили много. Когда будешь выходить за стану. Садиться. Я за все, за все благодарен Богу. И мы строили все с нуля. Игнат Тихонович, а почему в канон есть с женой в бане нельзя ходить? Потому что даже Телесерон, что если говорил про них, говорил шепотом. Опасность большая была. И поэтому береги свою пасту. Так объяснение дается. Что могут тебя там отравить. Вы Талмуд читали хоть раз? Это еврейское толкование. Это не книга. Это 12 книг. Нет, Игнат Тихонович, я не читал. И не по поводу евреев. А с женой нельзя в баню ходить. Не с евреями. В эту харчевню. А с женой в баню со своей. Вот я говорю о том, как есть. Почему такие каноны приняты? А на меня не. Чтобы врач не был евреем. А мне Шойхик Яков Нахманович сделал операцию. У нас близкие отношения с ним. Еврей. Прекрасный человек. Никогда не проклинает. 12-3 говорится об этом бытие. Проклинающий этот народ будет проклят. Благословляющий будет благословен. Я каждый день их благословляю и молюсь. И поэтому у меня так все ладится. Все благословенно. А это, что сегодня есть, это все как дым рассеется. За нас молятся не сотни, а миллионы людей. У меня только на одном канале просмотр. 68,9 миллионов. Даже и архиерей, митрополит Сергий Иванников. И тот заходил на наши ресурсы. Батюшка ему звонит. Он говорит, я знаю, что у вас там делается. За нами нет ничего. Нигде мы никого не обидели, не украли, не продали, не проели, не проблудили. Мы делаем то, что должен делать человек, который любит свою родину, свой народ. А митрополиту Сергию звонили, сказали, да? Да, в воскресенье батюшке будет. Он туда едет с ним поговорить. Там насчет хорошего фигуриста поискать. Но ничего нету за нами. Это никто не понимает. А при чем тут компьютер? Какое отношение имеет к березкам? Березки, которые не садил никто. Бог засел. На нашей земле. И притом их прореживали, потому что там процентов 80 из-за густоты погибло. Даже одного гектара нету. А страну разворовывают, леса нету. Повторяю, миллион кубометров показано, которые везут. Да их везут-то не березу какую-то, а кедр, губ, ясень. Что там еще есть? Листья везутся. Мы тут многое мы видим в этом. Ель, пихта, Игнат Тихонович. В основном везут ель и пихту. Хвойные. Ну, сосну, может, немного. Красноярский край весь из ели и пихты состоит. Вопросы? Восемнадцатая глава Деяния Святых Апостолов. С двенадцатого стиха. Там говорится обет, обет отречения. Акила и Прескила, апостол Павел, остриг волосы. Вы не можете хоть кратко рассказать, что обет в Библии о нем написано, или то, что я правильно понимаю, или неправильно. Ну, назарейство не имеет к нему отношения. Обет отречения от чего? Обет отречения. Свет и тьма, жизнь и смерть, благословение и проклятие. Бог, я предложил тебе, избери. И добавляет, зачем тебе умирать? Даже совсем непонимающий человек будет называть слова, которые положительные, правильные. У меня биография закончилась. И самый последний. Я когда в Чечню-то мы проезжали, миссионерские поездки были, мне говорили, ну ладно, вы хотите стать мучеником. Там только головы режут. Ну, а этих-то молодых зачем с собой берете? Там еще один миссионер был и шофер. А нас там приняли как родных. К нам нигде плохо не относились. Ни одно государство, хотя мы прошли всю Европу, Скандинавию, Прибалтику и Россию до Владивостока, Порта-Находка. 650 библиотек получили от нас подарок. 38 томов книг моих. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей. Только за это. А выступление было тысячи. В Москве мои эти книги, 38 томов, находятся в библиотеке Ленина, В парламентской и в исторической. То есть мы что хотели, все сделали. Это никто не сделает. С чем он поедет? Ничего и нет. У нас все необыкновенное. Все чудное. Если кто хочет убедиться в этом, Прочитайте Иакова, 2 глава, 18 стих. Кто быстрее прочитает? Медленно только. Иакова 2,18. Я люблю этот стих. Но скажет кто-нибудь, Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою, без дел твоих. А я покажу тебе веру мою, из дел моих. Вот я и покажу. Хвалящееся, хвались Господом. Это Господь так благословляет. Во всех трудностях, везде провел. Я живой. Даже не... Как там, 84-й год идет уже. Я все время с молодыми работаю на земляных работах, везде. Правда, приду домой, и рука не может ложку даже держать. Но не отстаю от них. Это Бог делает. Так, еще есть вопросы? Можете назначать, Игнатий Тихонович. Одна минута осталась. Но я не всех знаю. Некоторых я вижу, я их первый раз вижу. Кто такой Антоний Ярмолин? Он был у нас? Нет, нынче? Да, был. Принял кричение. Да. Вот так избранный Богом человек и помолится в конце, прославит Святую Троицу и громко скажет «Аминь». Сначала пропоют достойно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Достойно есть Якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Теру Вим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова Родшую. Сущую Богородицу Тя величайя. Звук вы отключили у него. Господи, я благодарю Тебя за день сегодняшний, за те занятия, которые Ты даёшь нам по Слову Божию, за братьев наших духовных, за восприемника моего Игоря, за наставника Игнатия. Помоги нам, Господи, преодолеть все искушения, которые Ты нам не спосылаешь, все болезни. Укрепи общину нашу, дай создать много других общин, дабы благоествовать Слово Твоё Божие всему миру. А спасение за все Тебя хвалим, Господи, и благодарим Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и вовеки веков. Аминь.